здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня подошла ко мне моя ученица на уроке а ученики у меня золотого возраста взрослые люди прошедшие длинную и нелегкую жизнь и вот подходит ко мне одна из моих учениц говорит сонечка правда же сейчас ваша недельная глава начинаете груда она говорит про помните вы говорили что человек когда он узнает на какой недельной главе он родился поэтому помогает понять свою сущность свою задачу в этом мире я говорю да абсолютно верно она говорит и порем вы ведь в порем родились игры абсолютно верно она говорит так вот вы знаете я прочитала вашу недельную главу чтобы понять кто вы такая и я очень сильно разочаровалась игру в ком вы разочаровались во мне говорит нет в вашей недельной главе я ключи вас так разочаровала маша моя недельная глава она готова глава 5 там только говорится про про одни одежды одежды первосвященника ну что тут интересно ну вы же ведь не занимаетесь всю жизнь только шмотками я рассмеялась и говорю садитесь мы сейчас начнем наш урок вся группа слушает и я говорю скажите кстати меня спросили какая связь между моей недельной главой и поремом я говорю связь но такая прямая и легко видимая я говорю скажите уже за месяц иногда за полтора до порема я говорю какая самая главная задача любой еврейской мамы за что у нее болит голова не будет а костюмы так посол я говорю правильно куримские костюмы мама идет со связи у меня вот был были здесь трое маленьких детей хотя четверо у меня моя маленькая моя большая приехала сюда в семилетнем возрасте я помню как мы ходили в порем как мы ходили как мы выбирали эти костюмы какая-то головная боль а иногда бывает купишь хороший костюм и вдруг ребенок приходит за три дня до порем и горит мам мне нужен новый костюм потому что таких как моих костюмов уже три я не хочу быть четвертым ой во-вой мы начинаем опять сбежать и начинаем что-то покупать так вот порем и моя недельная глава они связаны и говорят о одеждах одеяниях и когда мне сказали что одежда это скучно я сказала вовсе нет посмотрите любая маленькая девочка тогда она слышит в детстве сказку золушка она понимает что если у нее нет подходящего платья она никогда не попадет на бал и без какого-то определенного платья она никогда не встретит своего принца я помню старый анекдот пятилетняя девочка приходит в сад в новом платьице хвалится этим платьицем и говорит посмотрите какое платьице я купила как какое платьице мне купили и девочки ей говорят уговорила она говорит нет на плакала одежда в нашей жизни это все и в связи с этим я вспоминаю случай который произошел со мной когда я была в стране всего полгода девяносто первом году мы приехали в израиль сейчас двадцать первый год в этом году ровно 30 лет как мы в стране если я приехала в израиль мне было 27 лет плюс 30 сегодня мне 57 лет я уже взрослая девочка и и я помню когда через месяц я начала ходить в ульпан очень много моих подружек с которыми я там сдружилась я смотрю одна после ульпана куда-то бежит говорит пока мне на работу вторая тресет ну что такое куда все устраиваются у нас еще нету языка у нас еще ничего нет и вдруг куда-то бегут и тут я порасспрашивав начала выяснять что оказывается все себе нашли никоен никоен это уборка квартиры когда у тебя нет еще языка когда ты в стране безгоду недели и найти какую-то квартиру убирать за который ты получаешь живые шекели это была необыкновенная удача и я так оглянувшись вокруг себя и сказал девочки я тоже хочу никоен найдите мне тоже какую-то уборку девочки так на меня посмотрели скептично говорят тебе может быть это не совсем подойдет я говорю подойдет они говорят ты полы хоть мыть умеешь я говорю я же не только петь умею естественно что я и полы тоже я же дома мой полы и вот мне нашли один никоен дали мне листочек с адресом я пошла по этому адресу позвонила в дверь хозяйка так на меня посмотрела и говорит ле ле актуали я поняла что это уже не актуально видимо кого-то кто-то меня опередил и каково же было мое удивление когда на следующий день моя подружка позвонив по этому телефону узнала что хозяйка там где меня не приняли все еще ищет себе дом работницу я попросила мне достать еще один адрес по второму адресу меня тоже не приняли когда и по третьему адресу мне отказали мои подружки сказали тебя не хотят ты не нравишься как это я не нравлюсь что у меня что я косая кривая что значит я не нравлюсь и вот я понура иду домой с очень плохим настроением встречает меня около дома моя соседка по дому полячка который живет в стране очень много лет который знает израильские реалии и встретив меня около дома на бурт солнечка что у тебя такое плохое настроение группа лена меня не хотят на работу брать она горит на какую работу не кайон она так на меня посмотрела и говорит приходи ко мне на чай разговор есть я пришла домой переоделась поела и зашла к ней и постучалась дверь и зашла к ней на чай полина говорит ну рассказывай как ты устраиваешься на работу я говорю ну вот хожу устраиваюсь и мне говорят ну актуален а как ты ходишь на а как ты ходишь устраивать на работу я говорю я иду по адресу подожди ты меня не понимаешь в каком виде ты идешь устраиваться на работу игру в каком виде вот-вот как сейчас как в ульпан хожу как в магазин хожу она говорит вот так ты идешь устраиваться на работу а как надо устраиваться на работу игра объясните мне что-то может быть я чего-то не понимаю на бред и ничего не понимаешь группа лида что я не понимаю почему мои подружки по ульпану все работают и только меня в трех местах забраковали она горит потому что ты ходишь на работу устраиваться неправильно что она говорит как ты одета как одетого пока деда она ты хочешь сказать что вот так как сейчас одет это идешь устраиваться на работу я говорю а что не в порядке она говорит тебе нужна другая одежда она горит из меня немножечко выражение своего лица я грустно не в порядке с моим лицом будет что такое что вы на меня все взялись она горит у тебя на лице на лбу печать а диплом второй степени о твоем высшем образовании о том что ты самая умная о том что ты певица и композитор и лектор это ничего не нужно там где нужно мыть полы ты должна сделать лицо попроще и сменить одежду и снять с себя все свои цацки все свои цепочки и сережки и брошки и смыть свой маникюр полина я так не привыкла ходить надо ты хочешь работу я говорю да она горит пойдем со мной я пойду с тобой покупать одежду на не кайон ты должна выглядеть как поломойка а не как актриса я говорю шекет молчи и слушайся меня взяла на меня за руку мы с ней спустились для улицы на улицу герцель хайфи хайфские знают что это улица где есть море всяких разных магазинчиков где можно купить все как говорится в греции есть все и вот она меня заводит в какой-то магазин где и лежит откровенное тряпье вытаскивает мне какую-то футболку говорит примеряй ягру полина что вы мне вытаскиваете что это такое она говорит мэри ты хочешь работая грудь я это не одену значит будешь без работы без денег и будешь ходить со своим вот таким вот носом зато без денег я померила эту футболку группа лена но в такой футболке только полы мыть она крут вот вот тебе нужно мыть полы и тут я прикусила язык потом в другом магазине мы с ней нашли какие-то брючки три четверти чуть чуть ниже колена на которые тоже скривилась она говорит не кривись вот вот так ты будешь ходить на уборку она будет а в какой обуви ты собираешься убираться вот на таких своих шпильках на которых ты ходишь свои модельные обуви хватит ты в израиле ты хочешь работу под подлаживайся мы пошли с ней в 3 магазин и она мне купила какие-то абсолютно плоские какие-то такие танкетки лодочки чуть ли не тряпочные на группе на как это можно ходить она говорит и будешь в этом ходить если хочешь мыть полы и о чудо когда я пришла а и она сказала и сделай дебильное выражение лица евро как делают дебильное выражение лица обритек 3 или ты никто я бри актриса наград играет роль поломойки и я сыграла роль поломойки так блестящим что когда я пришла по четвертому адресу меня приняли сразу этой милой женщиной оказалась двора она стала мне рассказывать в процессе того как я начал мне работать мы с ней очень сдружились я с ней прошла великолепный курс разговорного иврита за полгода я болтала свободно спокойно двора всегда удивлялась она говорила сонечка ты такая умная иди учись с твоими мозгами ты моешь полы я скромно помалкивала и она говорила я тебе найду такие курсы ты начнешь здесь работать ты же очень умная я же вижу как ты хватаешь язык я же вижу как ты иногда мне кидаешь такие замечания вижу какая ты умная я скромно молчала двора мне открыла что когда-то она была молоденькой девушкой которая пришла в фирму которая влюбилась собственного босса потом вышла за него замуж и с тех пор всю жизнь она не работает я как-то ее правда спросила двора а зачем вам домработница если вы не работаете она горит мне по статусу положено чтобы у меня дома была домработница я сама мыть полы не должна и ты не должна мыть полы ты мне выглядишь очень умный где-то в течение года я у нее работала пока я вставала на ноги пока нашла себе работу по моей специальности потихонечку начала петь потихоньку меня начали приглашать но каждый раз одеваясь в одежду уборщицы я себя чувствовала уборщицей когда я приходила домой скидывала себя эту лягушачьи шкурку и становилась царевна лягушка царевна я себя чувствую совершенно по-другому но вам из карат раскрылся очень быстро как-то я ехала в автобусе уже достаточно близко к дому и вдруг я почувствовал что кто-то меня тронул за плечом я обернулась передо мной стояла двора она смотрела на меня и говорила соня это ты я говорю я какая ты красивая и она говорит откуда ты такая едешь почему ты ко мне так не приходишь на работу я говорю по-другому ты у меня не приняла на работу она говорит а ты кто я говорю певица актриса композитор я уже член союза композиторов израиля у меня уже представление у нее рот открылся не закрывался очень скоро мы с ней расстались потому что я действительно начала работать по специальности но одежда моя первая одежда в которой я работала не каенщицей мыло полы она у меня лежала очень много лет я ее доставала смотрела на нее и вспоминала с чего я начала вспоминала откуда откуда здесь я начала расти когда первосвященник одевает на себя свои восемь одежд и идет навстречу со всевышним как представитель всего рода человеческого он действительно тот самый человек сверхчеловек у которого должны быть особые одежды эти одежды сделаны по специальным лекалам по специальным технологиям это специальные материалы если у космонавта что-то в одежде будет не в порядке если там будет маленькое отверстие когда он выйдет в открытый космос космонавт погибнет если в одежде первосвященника какая-то одна деталь сделана не по правилам или что-то не в порядке первосвященник во время своей службы когда он стоит перед всевышним он погибает одежда это наше все одежда это наша первая шкурка то лягушачья шкурка в которой мы одеты каждый из нас ведь когда мы одеваем на себя какую-то и никакой бы не был ты ни бы не было одежду мы хотим чтобы эта одежда сказала за нас чтобы эта одежда говорила другим окружающим переводила информацию кто мы и что мы потому что на свадьбу мы никогда не придем в футболке и в шортах а на пляж мы не придем в костюме с галстуком одежда это море информации которую нанесет для человека поэтому пользуйтесь одеждой правильно разумно к месту и помните о том что женщина она должна быть одета как королева тогда когда это нужно с уважением к этой женщине поэтому одевайтесь правильно одевайтесь по правилам одевайтесь так чтобы вас ценили и уважали и всего вам хорошего с вами была ваша бабушка соня до свидания